Есть такая небольшая вещица, называется герменевтика. Вы, наверное, слышали. Это один из методов изучения Писания. И сейчас мы продолжаем изучать Исайя 7, 13, 14. Если по контексту посмотреть, такое ощущение складывается, что должно это пророчество сразу воплотиться. И по этой причине многие евангельские христиане называют это двойным исполнением. И в соответствии с чем пророчество может исполняться более чем один раз. И как я сказал ранее, следите за мной. Следите за логикой. Потому этот стих может быть знаменем для царя Ахаза, также знаменем, как сказано в Матфея 1 главе. И говорит о рождении Ишуа. И снова, я не говорю свое мнение, но это то, что некоторые люди думают. Я думаю, что у нас тогда будет проблема, если мы поверим, будем применять этот принцип двойного исполнения. Либо это здесь, в этом отрывке, либо в каком-то другом в Писании. И если этот принцип правда, то тогда не будет никакой необходимости в непорочном зачатии от Девы. Потому что те причины, которые мы проследим позже. Есть еще другой принцип, лучший принцип библийского оттолкования. И называется это двойная ссылка. И хотя один отрывок Писания может говорить об одном событии, одном человеке, одном месте, времени, may be followed by another block of scripture, dealing with a different person, place and time. Okay? You're with me? No. Two blocks. Two blocks, yeah. The principle states, the principle of double, where am I? Not double, double reference. Принцип двойной ссылки. Получается, один отрывок Писания говорит об одном месте, времени, времени, человеке. За ним следует другой отрывок Писания, который говорит о другом, времени, месте, человеке. У нас может быть один отрывок Писания, говорится об одном, времени, человеке, месте. После него следует следующий отрывок Писания, который говорит о другом отрывке, другом месте, другом времени. И без того, чтобы проводить различения, разграничения между этими двумя отрывками. Or indicating that there is a gap of time between the two blocks. И также без того, чтобы указывать, что есть промежуток времени между этими двумя событиями, этими отрывками. Я могу понять, что это может запутать. И вы подумаете, ну хорошо, хронология соблюдается в Писаниях, все хорошо. Все по порядку идет, но, к сожалению, не всегда так бывает. Особенно, когда мы делаем с пророчествами. И тот факт, что есть этот пробел, временной пробел, мы можем это увидеть только из других отрывков. Что мы говорим, что есть два отдельных пророчества, но они идут один за другим. И каждая из пророчеств исполняется в свое время, по-своему. И получается, и каждая из пророчеств исполняется в свое время и по-своему. Первое и второе. С другой стороны, этот принцип двойного исполнения говорит о том, что одно пророчество может исполняться дважды. Принцип двойной ссылки говорит о том, что в одном пророчестве могут быть два события. И каждый из которых индивидуально воплощается. И как позже я объясню, Исайя 7, 13, 17. В этом отрывке есть два разных пророчества, отдельных пророчества. И различные цели есть у каждого из них. И разное время они исполнились. По-разному исполнились. Очень важно это помнить. Теперь мы очень быстро рассмотрим слово на иврите «алмах». Это повод для основных дебатов как среди раввинов, так и среди христианских теологов. По тому поводу, что же на самом деле значит слово «алмах». И здесь это переведено как «дева». Это слово. И в описании молодой женщины используются три слова на иврите, которые мог бы использовать Исайя. Первое слово «На-а-ра». Что означает? In English «дамзл». «Дамзл» — an old English word for a young woman. Молодая женщина. И это слово может относиться либо к «деве», как в примере Третье Царство 1-2. Третье Царство 1-2. Там говорится о «деве». Также в книге Руфь 2-6 используется где говорится о «недевственнице». Вообще отрывок, который мы читаем в Третье Царство 1-2 очень интересный. Давид состарился. И он с трудом мог засыпать ночью. Потому что ему было холодно. И его слуга говорит ему «Давайте найдем молодую деву, женщину для моего царя». Она может ждать на древе и быть для него компанией. Давайте я читаю. Давид состарался, вошел в преклонный лета. Покрывали его одеждами, он не мог согреться. Сказали ему слухи «Пусть поищу для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю, ходила за ним, лежала с ним и будет тепло господину нашему царю». Поэтому это был древний метод использования современного горячей воды в бутылке. You know what a hot water bottle is? Или грелки. Знаете этот метод? That's just an English term. Это на английском у нас термин такой специальный. Ну, на русском это наливать горячую воду в бутылку. You know what it is? Yeah. Okay. Okay. The other text is with Ruth 2, chapter 6. Второй текст, это Ruth 6, 6 глава. Okay. And that says the servant supervising the revert. 2-6. 2-6. The servant supervising the reaper's answer cheers the girl from Moab who returned with Naomi from the plain of Moab. Слуга, представленный к женицам, отвечал и сказал, это молодая женщина, моавитянка, пришедшая знаменем с полей моавитских. Okay. And remember, the same Hebrew word Na'ara is used in both cases. Видите, это слово одно, тоже Na'ara используется в двух этих отрывках. In kings it's translated as virgin. В царствии переведено как молодая девица, как дева. And in Ruth 2, 6 it's referring to Ruth, of course, who would not have been a virgin because she had already been married. There is a second Hebrew word Betullah. This is commonly considered to mean a virgin exclusively. It is argued that if Isaiah had really meant to say a virgin, then he would have used this word. введу действенницу, тогда он бы написал слово «батула». Это правда, что часто используют это слово для описания действенницы, но не всегда. Поэтому возникает проблема. Например, в Иоиле, Иоиле 1.8 Там говорится о «вдове». Иоиле 1.8 «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретящим мужа юности своей». Здесь говорится о «вдове». Поэтому она тоже не действенница. И также в Бытие 24, стих 16. И поскольку это слово не означает только действенницу, писатель, либо автор, автор добавляет фразу еще одну. «Дева, которая не познал мужа». Для того, чтобы прояснить, что же он имел в виду. «Девица была прекрасна видом, дева, которая не познал мужа». И автор бы не говорил этого, если бы абсолютное значение этого слова было только действенница. И он хочет прояснить это. И это является для него как необходимостью, что это нужно прояснить. «Еще похожая ссылка есть судьи 21.12». «Такая же фраза добавлена к этому стиху, этому слову, который не познал муж». И теперь мы подошли к слову третьему на иврите «Алма». «Алма» означает «девственница», «молодая девственница», либо же «девственница», которая уже в возрасте вступления в брак. Это слово используется семь раз в Европе. в Писаниях на иврите. И ни один раз не используется это слово для описания замужней жены. И по этому поводу не может быть никаких-то дебатов. «Бытие» 24.43 Это противопоставление предыдущему стиху, который мы рассмотрели. «Бытие» 24.43 В сравнении с «Бытие» 24.16 в 43-м стихе нету добавочной фразы. Там используется «бетула». В 16-м используется слово «бетула». В 43-м стихе вообще нету добавления фразы той. Очевидно, что это слово означает только «девственница». И говорится это в отношении Ребекки Которая, очевидно, была девственницей. Также «бытие» 2.8 Исход 2.8 где говорится о Мириам, сестре Моисея. Она была девственницей. Также «псалом» I have to read it. «Псалом» 67-й стих 67-й «псалом» It's used in reference to the royal procession of virgins. 67-й «псалом» 26-й стих И тут говорится о шествии дев Ну, с тимпанами, с орудиями. Do you find it? Yeah? It's talking about a royal procession of virgins. Since the king in this context is God himself И поскольку в контексте этого отрывка Псалом 67-26 царем является сам Бог, absolute virginity is required to требуется абсолютная девственность. It is unthinkable that God would allow unchaste, unmarried women in his procession. И это как бы не представляется себе даже возможным, что Бог позволил нечестивым женщинам незаможним, которое быть в его присутствии. So, you have to look not only where the word is used, but also in the context in which it is used. Поэтому вы должны посмотреть не только когда используется это слово, но и в контекст этого слова. In the Song of Songs в контекст этого стиха chapter 1, verse 3 Song of Songs chapter 1, verse 3 Context is purity in marriage One and three Three Получается Песня Песней первая глава третий стих Контекст этого стиха это чистота брака. Song of Songs 6, verse 8 Песня Песней 6, 8 The word is used here in contrast to wives and concubines who would obviously be non-virgins. 6, 8 Контекст здесь говорится еще о наложницах, которые очевидно не девственницы. In Proverbs 30, 18 to 19 Proverbs 30, 18 to 19 The word is used in verse 19 In contrast to the adulteress in verse 20 Используется это слово как противопоставление к жене при любоде на 20 стихе. Okay, you have to remember that this is not clear if you read in translation. You have to read it in Hebrew because then you notice which word is being used. And then the seventh of course is Isaiah 7, 14 And then the seventh of course is Isaiah 7, 14 So I draw the conclusion Since all of the above six verses mean virgin Why? What would be the reason in making Isaiah 7, 14 the only exception? зачем делать какое-то исключение из Isaiah 7, 14? Okay, that is an in-depth explanation of these terms. Это более глубокое объяснение этих трех слов. Yeah. It's necessary because of the argumentation that takes place. Необходимо это понимать из-за тех аргументов которые нам дают. Okay. нам говорят since everyone agrees that Alma means an unmarried woman if the woman in Isaiah 7, 14 were a non-virgin Again. Okay. Since we come to agreement that Alma means an unmarried woman If the woman which is referred to in Isaiah 7, 14 were a non-virgin then God would be promising a sign involving fornication and illegitimacy. Можно сказать Бог обещает дать знамение в котором вовлечено блуд блудодеяние ну и незаконный грех. Okay. That is something which is unthinkable that God would sanction sin. And even in even in the even in the case if it was so what would be so unusual about a illegitimate baby that could possibly constitute a sign. Тогда что же такого необычного должно быть в этом ребенке который подтвердит это знамение незаконным ребенке. It doesn't it wouldn't make sense it could a baby could be born like that at any time. Потому что такой ребенок мог родиться в любое время. But God was talking giving a sign. Okay. Let's move on. As far as an ancient sorry as far as ancient Jewish writers were concerned there was no argument about Isaiah 7 14 predicting a virgin birth. Okay. we're talking about before Yeshua was actually born. And we are talking about before Yeshua was actually born. all of this argument all of this argument has arisen later because they do not want to accept because they do not want to accept that Yeshua could be the Messiah and therefore born of a virgin. Okay? But if you look at the ancient Jewish writings, they agree that Isaiah 7 14 is predicting a virgin birth. The Septuagint is a Greek translation of the Hebrew scriptures made around 200 BC. The Septuagint is a Greek translation of the Hebrew scriptures made around 200 BC. ever arose. Даже 200 лет до рождения Ишо и до мессианства Ишо. The Jews who made this translation who were living much closer to the time of Isaiah than we are today, и евреи того времени, которые намного ближе были к Исайе по времени, translated Isaiah 7.14 перевели Исайя 7.14 таким образом, using a Greek word используя греческое слово Parthineos Parthineos which very clearly and exclusively in Greek means virgin. There can therefore be no doubt that the unique event which God is promising as a sign is a miraculous conception of a son by a girl who is still a virgin. It's a miraculous conception of a son by a girl who is still a virgin. All of what I've just given you all of what I've just given you is ammunition is ammunition that you can use when people start arguing with you about the virgin births. Okay, now we move back to Isaiah chapter 7. Sorry, yes, Isaiah chapter 7. возвращаемся мы теперь снова к главе Исаии 7. И мы по частям рассмотрим эту главу. Isaiah 7 verses 1 и 2 The threat to the house of David At this point in history there was an empire arising which was threatening the smaller kingdoms of the Middle East. This was the Assyrian Empire. Among these smaller kingdoms was Syria or Aram and среди более малых царств была Сирия либо Aram the northern kingdom of Israel or Ephraim and the southern kingdom of Yehuda. the kings of Israel and Syria joined forces against their common enemy. Это было сирийское царство которое поднималось в то время и сирийские цари и израильские цари объединяют свои силы для того чтобы идти против врага. Okay, we're talking about chapter 7 verses 1 and 2. И мы говорим об 1, 2 стих 7 главе. И все равно у них еще не было достаточно воинских сил оружия людей для того чтобы противостоять Ассирии. So therefore they asked Yehuda to join with them. Потому они просят присоединиться к ним в войне и Иуду. But Ahaz the king of Yehuda refused. Ahaz он был царем Иуды он отказывается помогать. Okay, so then Israel and Syria таким образом Israel and Syria then conspired not only to dethrone Ahaz in which they might have succeeded but also to dispose of the entire house of David. Dispose to kill get rid of throw in the rubbish bin of David. Yeah? So they didn't only want to get rid of Ahaz they wanted to get rid of the whole house of David. They didn't to get rid of Ahaz they wanted to get rid of the whole house of David. This is emphasized in verse 2. Okay? It was told to the house of David that Aram and Ephraim would become allies. It's 7-2? Yep, 7-2. But it's in English it looks different. Say it again. It was told to the house of David that Aram and Ephraim in other words the northern kingdom of Israel Aram and Ephraim no, Syriani это Aram had become allies. Ahaz began to tremble as did the hearts of his people like forests shaken in the wind. so the threat was to the whole house of David. They would establish a new the Syrians and the northern kingdom of Israel would then establish a new dynasty in Yehuda. Итак, Ефрем и Aram сириане планировали установить свою династию новую династию на территории Иуды. One which would be more favorable to an alliance against Assyria. They would receive it. Yeah. They wanted to put in a new government which would agree with them and fight against the Assyrians. This is a direct attack upon David's eternal covenant with David. We haven't yet discussed what is entailed in the divinic covenant. And we we still not discussed what actually включает David's Zavet. This we will do when we look at first chronicles you just have to accept it from me at this moment. God had made an eternal covenant with the house of David. And therefore this whole conspiracy was doomed to fail. It's 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 okay. But now we see in verse 3 that Adonai said to Yeshua go out and meet Ahaz. Okay. So God is giving a mess in that context of what we just talked about. The threat of an attack which would destroy the whole house of David God sends Isaiah out with a message. So now we're looking at chapter 7 verses 3 to 9. Now you can follow in your own Bibles among the text if you like. First thing we have to establish is that Ahaz is not a worshiper of the one true God. He has fallen into idolatry and is very much afraid of the approaching attack. As we saw in verse 2. his heart began to tremble and also the hearts of the people. In verses 3 to 9 God gives a message to Ahaz. In verse 3 Isaiah is commissioned to meet with him while he is inspecting water supplies in preparation for a siege. And this is where you have to pay attention. And this is where you have to pay attention. Isaiah is also to take his son with him. God tells him to do that. Go out and meet Ahaz you and your son Sha'ar Yashu. Okay? So God is not only sending Ahaz because he is sending his son along with him. This is an important point. Because it will then help us to understand why this is a double reference prophecy. Because we will know why there is a like a like a like 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 a like like a like a a name of his son Isai Yeah? Sha'ar Yashuv Sha'ar Yashuv Does anybody know what it means? Does anybody know what it means? Anybody know what it means? I told you names are important. His name means a remnant will return. It means a remnant will return. Yeah? Yeah? Keep that in mind. The reason for taking his son is not explained until we get to verses fifteen and sixteen. And we actually don't know what he took his son only when we get to fifteen and sixteen and sixteen and we come there. We put our bricks together. In verses four and six the message is given. In four and six we read the message is given. It describes the plot and tells Ahaz not to be afraid. The plot consists of overthrowing Ahaz and replacing him with the son of Tabel. Okay, here is something that you will only get if you read this in Hebrew, but never mind. Isiah was a master of the Hebrew language. And he loved playing word games. You know what a word game is? You know what a word game is? Playing words. Okay. Isiah was good at this. And he does it here in verse six. The name Tabel again, I'm telling you names are important. Tabel means God is good. By altering the vowel pattern very slightly Isaiah changes the name to mean good for nothing. God black измен глас and получается он black but good for nothing. Okay. So the one that means God is good will prove to be good for nothing. because of the Davidic covenant no conspiracy against the house of David can ever succeed. God clearly states this in verse seven. God очень ясно это говорит в седьмом стихе. This is what Adonai Elohim says. It will not occur. It won't happen. in verses eight and nine God will judge the two kings involved in the conspiracy. God will judge the two kings involved in the conspiracy. It goes on to say for the head of Aram is Damask and the head of Damascus is Rezin. In sixty-five years Ephraim will be broken and will cause and cease to be a people. And the head of Ephraim is Shorom. The head of Shorom is the son of Remi-Layu. The head of Shorom is the son of Remi-Layu. Without firm faith he will not be firmly established. to Remi-Layu. It's the prophecy against him. If you do not believe because you are not convinced. In English it is без твердой веры you will not be confirmed. Then we move on and we come to the signs of deliverance. We are now in Isaiah 7 verses 10 to 17. First of all we have the offer of a sign. first of all we have the offer of a sign. Verses 10 and 11. As I said before Ahaz is an idolater and he doesn't trust God and he has made his own arrangements and he has made his own arrangements because he sends gifts to the syrian emperor. Asking for his assistance in defense against these two kings. Assyrian he is sending. Assyrian emperor. Where it says. We have to be in 10. Adonai spoke again to Ahaz and said ask Adonai your God to give you a sign. Ask it anywhere from the depths of Shiloh to the heights above. But Adonai says I won't ask. I won't test Adonai. We have to look sorry I didn't make the reference to this. You will have to take my word for it at the moment and I will see what I can do for you. Получается Ahaz обратился за помощью к ассириянам чтобы те помогли ему в борьбе против Ефрема и Сирии. Здесь ссылки нету но вы примите то что я говорю я ссылку не записал он просит помощи он больше надеется на ассирийского императора чем на Бога Израиля. Может даже это в 6 главе находится но нужно поискать where he's doing this yeah So in verse 10 God speaks a second time He is offering Ahaz a sign whatever it takes to convince him предлагает Ахазу знамение все что угодно проси чтобы ты убедился not to be afraid not to trust the assyrians but to trust in God ассирийцев но он надеялся на Бога God makes it very easy for him и Бог очень легко это предоставляет такой легкий вариант для Ахаза и говорит ему можешь просить все что хочешь все что захочется тебе let him ask for it and God will do it for him пусть он попросит и Бог это сделает ok the word sign used here in Hebrew если взять на иврите слово знамение которое здесь используется does not in itself mean a miracle само по себе не означает чудо чудеса it could be a miraculous or a natural sign либо же какой-то естественный катаклизм либо естественное чудо природное и в контексте читать этого отрывка мы ясно видим что нужно только чудо сделать чтобы убедить Ахаза и Бог предлагает ему любого плана любого вида знамения на небе на земле в глубине и так далее но также мы видим но также мы видим дальше в 12 стихе ответ этого идолопоклонника Ахаза внезапно он становится очень духовным человеком и в 12 стихе он отказывается даже искушать Господа не хочет искушать Господа вы когда-нибудь такое встречали когда вы общались с кем-то вы спрашиваете кого-то хотите доказательство давайте о нет нет мы этого не сделаем и Ахаз делал то же самое он идолопоклонник ему на Бога наплевать и внезапно он становится очень духовным и конечно он относится ссылка его идет на Таразаконе 6.16 не искушайте Господа Бога твоего но он неправильно применил эту заповедь и очевидно что даже в своем идолопоклонстве Ахаз не был абсолютно невежественным и не знал о настоящем Боге потому что во втором потому что если взять второзаконие 6.16 там идет предупреждение не искушайте Господа Бога как вы искушали его в массе но в этом случае Бог сам предлагает такой тест себя проверить Бога проверить Ахаз отказывается от этого ему приглашение сделали давай прореагируй как-то но он не хочет никакого знамения почему а что если это на самом деле произойдет потому что если это на самом деле произойдет то о чем он просит тогда это докажет то что Бог есть Бог Бог существует и в любом случае его принудительно оставить этот союз с Сирией сейчас сделаем перерыв и потом перейдем к главному